Спонсор видео кэшбэк-сервис getcashback.ru, возвращающий вам процент с каждой вашей онлайн-покупки. Также на канале проходит совместный конкурс, где вы можете выиграть настоящую экшн-камеру или стильный смартфон. Все ссылки есть в описании. Всем привет! Сегодня в 57-м выпуске новостей китайских гаджетов на канале Stupid Mad World вновь поговорим с вами про самые интересные новинки смартфонов и планшетов, которые повыходили за последнее время. Поехали! Самой нашумевшей новинкой прошедшей недели стал релиз гуглом новых смартфонов линейки Nexus, Huawei Nexus 6P и LG Nexus 5X, а также планшета, которая к Nexus никакого отношения не имеет, под названием Pixel C, который будет из коробки работать на новом Android 6.0 Marshmallow и оснащаться процессором NVIDIA Tegra X1. Однако это не все продукты, показанные на презентации Google. Помимо вышеперечисленных девайсов, также представили обновленный Chromecast, который будет стоить теперь 35 долларов. Он теперь доступен в трех разных цветах, а благодаря поддержке стандарта Wi-Fi 802.11ac, пользователю будет доступен стриминг контента в самом высоком качестве, а с функцией FastPlay подключение станет гораздо быстрее. Также много времени на презентации уделили и демонстрации новых функций старого софта, рассказали об обновлении ценовой политики в отношении сервиса Play Music и отчитались о достижениях платформы Android за прошедший год. Количество пользователей Android достигло 1,4 миллиарда по данным за последний месяц. Старшая модель Huawei 6P существует в трех вариантах на 32, 64 и 128 гигабайт внутренней памяти. При этом цена на 32-гиговую версию смартфона составляет 499 долларов, на 64-гиговую 549, а 128-гиговая обойдется уже в 649. Младшая LG Nexus 5 существует в двух версиях, 16 гигабайт по 379 и 32 гигабайта по 429 долларов. Также известна и цена на Google Pixel C. Стоимость версии с 32-мя гигабайтами внутренней памяти составляет 499 долларов, а с 64-мя гигабайтами накопителя 599. Отдельным аксессуаром к планшету идет клавиатура, которую можно и нужно будет докупить отдельно по цене в 149 долларов. Технические характеристики Huawei Nexus 6P выглядят вот так. Это 5,7-дюймовый Super AMOLED QHD дисплей, покрытый защитным стеклом Corning Gorilla Glass 4. Восьмиядерный процессор Snapdragon 810 с тактовой частотой 2 ГГц. 3 гигабайта оперативки, 32, 64 или 128 гигабайт постоянной памяти. Камера на 12,3 мегапикселя и на 8 мегапикселей. Сканер отпечатка пальца, разъем USB Type-C. Толщина 7,3 мм, превесив 178 грамм. Емкость аккумулятора составила 3459 мАч. А вот LG Nexus 5X выглядит так. 5,2-дюймовый Full HD IPS дисплей, покрытый защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3. Шестиядерный процессор Snapdragon 810 с тактовой частотой 1,8 ГГц. 2 гигабайт оперативной памяти, 16 или 32 постоянной. Сканер отпечатка пальца. Камеры на 12,3 и на 5 мегапикселей. Также разъем USB Type-C. И толщина в 7,9 мм, превесив 136 грамм. А вот емкость аккумулятора составила всего 2700 мАч. Оба аппарата работают из коробки на Android 6.0 Marshmallow. Обо всех новинках подробнее вы можете почитать в группе, но уже сейчас можно говорить о том, что новая ценовая политика Google в отношении линейки Nexus изменилась раз и навсегда. Несомненно, новинки найдут своих покупателей и определенно сыщут некую популярность, но знатоки китайских гаджетов-то знают, что с таким ценником есть масса вариантов гораздо интереснее. Компания Yumi планирует выпустить 5-дюймовый вариант своего смартфона E-Max UMI E-Max Mini. Телефон для компании будет особенным, так как это будет первый смартфон Yumi с процессором от Qualcomm. В E-Max Mini будет установлено восьмиядерное решение, скорее всего Snapdragon 615, а сам грядущий аппарат будет работать под управлением Android 5.1. Также есть информация, что позже будет доступна прошивка CyanogenMod 12.1, которую можно будет установить через RootJoy. Помимо этого, смартфон будет оснащен 5-дюймовым IPS Neo Full HD дисплеем от Sharp, основной 13-мегапиксельной камерой и 8-мегапиксельной фронталкой. К сожалению, неизвестна стоимость маленького E-Max, однако точно известна емкость аккумуляторной батареи. Она составит 3050 мАч. Запуск будет уже совсем скоро, так что следите за обновлениями. Насколько вы можете помнить, компания Intel на выставке MWC 2015 презентовала свои новые процессоры для планшетов и ультрабуков под названием Intel Atom Cherry Trail. В линейку вошло три чипа – X3, X5 и X7. Младший X3 строится на 28-нанометровом техпроцессе, в то время как средний X5 и старший X7 уже на 14-нанометровом. По заверениям компании, интегрированная фирменная графика нового поколения может работать на частоте до 600 МГц в разгоне и обеспечивает двукратный прирост производительности по сравнению с поколением B-Trail. Все процессоры Cherry Trail представляют из себя 4 64-битных ядра Air Mount без гипертрейдинга. И вот на прошлой неделе вышел самый дешевый на данный момент планшет с процессором Intel Atom Cherry Trail Z8300X5. Называется он Honda V820WCH. Его ценник завода составляет всего 78 долларов, и помимо неплохого процессора, как для такой ценовой категории, планшет может похвастаться двумя гигабайтами оперативной памяти LDDR3L с частотой 1600 МГц и 32 постоянной памяти EMMC. Полные технические характеристики нового планшета выглядят так. 8-дюймовый IPS-экран с разрешением 1280 на 800 точек, 2 гигабайта оперативки, 32 постоянки с возможностью расширения microSD-карточками, две камеры по 2 Мп, каждая аккумулятор на 4200 мАч. Новинка будет работать из коробки на Windows 10, и она уже находится в открытой продаже. Ссылку на продавца дам в описании под видео. Так что напишите в комментариях, будет ли вам интересно посмотреть на данный Windows-планшет в подробном обзоре. А пока продолжим. А вот кто из производителей не перестает удивлять обилием моделей на рынке и скоростью их выпуска, то это Doogee. Им не важно, что о них думают окружающие и насколько популярны их смартфоны. Они делают всегда то, что актуально именно сегодня и именно сейчас. Увидели, что людям нравятся стекла от Corning по 2.5D технологии? Получите, распишитесь. Увидели, что люди охотно берут аппараты со сканером отпечатка пальца? Держите. Хотите дешевле? Пожалуйста. Так производитель анонсировал Doogee Y200, доступный смартфон со сканером отпечатка пальца, собранный на металлической раме. Кроме того, обещают 5.5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1280 на 720, процессор MT6735P с частотой 1 ГГц, это 4 ядра Cortex-A53, 2 ГБ оперативки и 16 по стоянке с возможностью расширения. Также в смартфоне будет установлено 2 сим-карты, одна будет ловить 3G, а вторая 4G. Сканер отпечатка пальцев встроенный в кнопку дом под экраном, фронтальная камера на 5 Мп, а задняя уже на 8. За работу смартфона будет отвечать проверенный временем Android 5.1 Lollipop, который в Doogee Y100 Pro проявил себя с лучшей стороны. Цена при этом не должна превысить планку в 120 долларов, включая доставку. Не менее интересная утечка пришла со стороны Lenovo. Vibe X3 засветился на выставке PT Expo.com China 2015. Заметьте, это неофициальный релиз, на самом деле смартфон получил уже все сертификаты и вот-вот должен выйти в продажу. Тем не менее, у нас с вами сейчас есть шанс взглянуть в будущее. А будущее выглядит по бумажке вот так. 5,5-дюймовый Full HD дисплей, 6-ядерный процессор Snapdragon 808, 3 ГБ оперативки, 32 или 64 по стоянке, с возможностью расширения 2 сим-карты, сканер отпечатка пальца сзади, основная камера на 21 Мп с двойной вспышкой, фронтальная камера на 8 Мп и аккумулятор на 3500 мАч. Особый упор компания сделает на хорошую звуковую составляющую смартфона. Внешние динамики над и под экраном, плюс отдельный аудио-чип. Что-то серьезные новости с серьезными аппаратами идут одна за другой. Разбавим? Компанию номер один можно смело отнести к подвальным производителям, стоит взглянуть лишь на название. Я тебе покажу, кто тут номер один. Плюс к тому, раньше они делали откровенные подделки на айфоны и популярные гэлакси. Их продукция никогда не отличалась качеством, но в последнее время фирма делает попытки произвести устройства, не похожие на других. В итоге получается продукция, не похожая даже на ту, которой привыкли пользоваться люди. Например, на прошлой неделе они показали номер один А9, защищенный телефон с заявленной емкостью аккумуляторной батареи аж в 4800 мАч. При этом трубка не является смартфоном. Это обычная звонилка на Java с внешним видом броненосца BDSM-щика. Мобилка к тому же защищена по стандарту IP67, то есть защищена от влаги, пыли и ударов. Остальные же характеристики выглядят следующим образом. 2,4-дюймовый дисплей с разрешением 320 на 240 пикселей, две сим-карты только 2G, задняя камера на 3 мегапикселя, Bluetooth, FM-радио и мощный фонарик, разгоняющий вампиров на расстоянии до 50 метров. Аккумулятор на 4800 мАч и мультиязычная прошивка. Неопытный юзер сейчас может воскликнуть от восторга, преодолевая неистовое желание в срочном порядке приобрести себе это чудо китайской инженерной мысли, но я как тертый калач смею вас разочаровать, мои маленькие любители экзотики. Учитывая то, что объем аккумулятора не будет соответствовать действительности чуть более чем полностью, а русский язык будет представлен речью СиДжея из игры GTA San Andreas образца пиратских дисков 2004 года, то новинка категорически не предназначена для использования людьми. Про влагозащиту я вообще молчу. Ну а теперь перейдем к новинке немного помощнее. По достоверным слухам, компания Li-TV готовит самый технологически навороченный смартфон под названием Li-TV Max 2. Пристегнитесь в своих креслах поудобнее, и если вы сейчас стоите на ногах, то лучше сядьте и держитесь за что-нибудь тяжелое покрепче. Смартфон Li-TV Max 2 оснастят процессором Qualcomm Snapdragon 820, 6 гигабайтами высокоскоростной оперативной памяти от Samsung LDR4, 5,7 дюймовым дисплеем с разрешением Quad HD. Вишенкой же на торте станет основная камера, представленная модулем Sony IMX300 на 23 мегапикселя с апертурой f2.0 и лазерным ультрабыстрым автофокусом. Благодаря этому смартфон сможет записывать 4K видео с частотой 24 кадра в секунду. При всех своих прелестях аппарат получит стильный безрамочный дизайн и тонкий корпус с двух сторон покрытый защитным стеклом. Li-TV в своих планах очень целеустремленная компания и не жалеет кнутов и пряников для своих сотрудников. Поэтому данный суперфлагман, по заверениям производителя, должен выйти уже в середине декабря текущего года. А на этом все. Не забывайте ставить оценки этому видео, подписываться на канал и вступать в группу ВКонтакте. И конечно же пользоваться кэшбэк-сервисом getcashback.ru Всем спасибо за внимание, всем пока!